В ходе в пещеры почувствовали, что что-то мешает и невозможно зайти. Начинались какие-то изменения зрения. Не помню только где это происходило. Возможно, что в этих пещерах. У меня есть, собственно, опыт, поэтому я подвел рассказывать про его почима, агронома. А вот, у меня рассказывает историю. Я столкнулся не так очень куда, но... Привет! Речь идет об Учуй-Коско. Учуй-Коско переводится как малый пуп, потому что Учуй-Коско — это просто пуп. Пуп земли считается. И малый пуп — это как раз Учуй-Коско, где случилась эта история. Почему пуп? Отсылку надо делать сразу к этому. По той причине, что пупом, так же как и остров Пасхи, и многие другие места на Земле назывались такие точки, куда сходился ряд туннелей большой протяженности, как пуповина матери Земли. Отсюда и название пуп, собственно говоря. Коско — это пуп, и Учуй-Коско — это малый пуп, откуда вышли из туннеля Инки, пройдя по туннелям от озера Тикикака, от острова Солнца до этой точки. И вот здесь вот эта вот история. Мы поднимались с этой женщины, которая приехала ко мне из Питера, и я не буду назвать ее имя, понятно. Вот. Она работает в фирме, которая задает направление другим фирмам, скажем так, что-то схожее с фэн-шуем, но, видимо, не фэн-шуй. Там работают люди, которые могут сонастроить энергии людей, работающих на тех фирмах, которые нуждаются в этом, сонастроить с достижением целей. Приблизительно так можно это выразить. Вот. И с этой женщиной мы поднимались, и мы поднялись где-то всего лишь на треть. Там подъем очень долгий, около двух часов. Мы поднялись почти на треть, и справа от меня, понятно, оставался провал такой, пропасть. А слева — склон, по которому мы поднимаемся. Тропа шириной где-то до полутора метров. И женщина была хромоножка, у нее было повреждено бедро когда-то в молодости, и она так и осталась. Она отстала метров на пятьдесят. Мы шли как бы медитируя, погрузившись сами в себя. И с левой стороны, со стороны склона, вдоль которого я шел, я вдруг вижу шурф. Шурф — это рабочие отверстия, которые делают шахтеры, минеры и так далее, и так далее. Вот. Но когда я наклонился посмотреть туда, он оказался длиной очень большой протяженности. Там приблизительно десять метров. Я еще фонариком посветил тогда. Вот. А дальше на расстоянии десяти метров он уходил куда-то вниз. Соответственно, он очень глубокий был. Что интересно было в этом шурфе — это то, что он был сделан совсем недавно. Видимо, где-то за три-четыре часа до нас земля была свежая в этом шурфе. Но еще одна странность была то, что не было изъятой земли перед шурфом. Отверстие было идеально достаточно круглым, вот. И вполне достаточным, чтобы пролезть для подростка, но не взрослого человека. И я подумал, мог ли это сделать хотя бы подросток. Мы же все когда-то в земле копались и рыли всякие ходы в земле и в сугробах зимой. Вот. И решил попробовать, мог ли это сделать. Потому что у меня сразу же все помешалось в голове. Потому что, ну, не может быть здесь никакого шурфа. Здесь вообще ничего не добывается. Здесь ходит редко-редко крестьянин с вязанкой дров наверх к себе в доме куда-нибудь. И все. Никаких золотоискателей здесь нет. И, естественно, я ради эксперимента решил затащить свою голову туда. То есть, всунуться туда. Я сжал плечи, насколько это возможно, чтобы они прошли. И наделал на голову фонарик и полез. Вот. И в этот момент услышал возглас этой женщины. Рома, не надо, не смей, не надо, не помню я уже. Вот. Этого не надо делать. И я все равно это сделал. Я уже залез туда. И как только залез приблизительно до середины грудины, у меня оттуда что-то выбросило. У меня произошла вспышка в голове. Все помутилось. Одни искры остались. И полная темнота. И все в искрах. Вот как звездочки такие. Просто. Вот. Я оттуда вылетел, как пробка из шампанского. Успел схватиться за куст, росший над моей головой. Вот. Чтобы не скатиться кубарем на следующий уровень тропы, по которой мы прошли ранее. И так просидел, видимо, минуты две. Женщина уже дошла до меня. И она говорила, не надо. Там явно чужие. Вот. Что я сделал потом? После того, как очухался, я положил, как во всех священных местах, положил три листика коки мало-мало меньше, положил туда монетку и придавил все это камушкам. И мы пошли дальше, рассуждая о том, что это было. Но дошли до верху, к руинам, там, где были, считается, вышли из туннеля Первой Инки. Вот. Хотя туннели там так мы и не обнаружили никаких. Вот. И после этого начали спускаться по той же тропе. И когда мы дошли до того же места, понятно, что любопытство привело меня к этой же точке посмотреть просто-напросто. Я решил взглянуть на то место, где это случилось. И что же я обнаружил? Мы отсутствовали приблизительно три часа. Больше. Четыре с половиной часа, наверное, отсутствовали. Вот. Камешек на месте, монетка на месте, три листика коки на месте. Чего не было, так это шурфа. Шурф оказался полностью закопанным изнутри. От него осталось выемковое отверстие приблизительно в глубину всего 10 сантиметров. Не более того. Вот. И, как я уже говорил, не было просыпанной земли. Такое впечатление, что было все засыпано изнутри. Вот. И вот этот случай мне просто напомнил о многих случаях, которые происходили в других местах. И, в том числе, то, что рассказывал мой отчим агроном, когда люди исчезали в подобных пещерах и больше не видели выхода. Такое впечатление, что у них затуманился ум. Они переставали видеть выход, а те, кто шли за ними, переставали видеть вход. Ну, вот приблизительно такая история. Ну, есть очень много параллельных историй, очень схожих, которые можно рассказывать, в общем-то, бесконечно. Вы смотрите наш канал? Вам нравятся наши фильмы? Ставьте лайки. Обязательно пишите комментарии. Пишите, что улучшить в наших фильмах. Как сделать наш канал более интересным. И подписывайтесь на него, чтобы ничего не пропустить. Съемка идет. Съемка идет. Съемка идет. Съемка идет. Съемка идет. Съемка идет.